Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это третья часть урока по Quixel Mixer. Приступаем к созданию разрушенного асфальта с лужами. Сразу же возвращаю From A Buff смешивание для полос разметки, чтобы они выглядели более разрушенными. Теперь давайте добавим Paint слой. Затем загружаем сохраненный в первой части пресет асфальта, нажимаем на слой с зажатым Alt, чтобы появилась стрелка вниз, выбираем третий вид Displacement и добавляем немного разнообразия в центральной полосе, загрузив любую из кистей онлайн-библиотеки. Также при желании, Вы можете загрузить свои кисти, просто нажав на папку рядом с графиком кисти. В других отдельных уроках по Quixel Mixer я более детально расскажу о этих возможностях. А пока, Вы можете посмотреть официальный канал Quixel. Там уже есть несколько уроков по Paint слою. А в данном уроке, я покажу только основные моменты, которые пригодятся нам в создании разрушенного асфальта. Итак, далее Вы можете скачать любые трещины, люки, патчи для дороги, повреждения и разнообразные выбоины в категориях Asphalt, Patch Patrol, Decals Cracks, Misk и Street. Для начала, я скачаю данный люк и помещу его в сцену. Как только Вы нажмете Download, у Вас появится прогресс бар и зеленый кружок. После загрузки в зеленом кружке появится отметка и ассет можно будет выбрать в локальной библиотеке. Выбираю его и делаю те же настройки, как и у любых декалей, разобранных в предыдущих частях. Теперь, чтобы создать какие-то повреждения, Вам достаточно поверх слоя с асфальтом создать слой с ними. Например, скачаем что-нибудь из категории Concrete или Cores. Я уже скачал asset Old Concrete и его буду использовать. Если загрузить его в сцену и чуть-чуть приподнять, мы увидим, что он выглядит таким образом. Повторение текстуры уменьшу для того, чтобы повреждения выглядели более крупными и естественными. Затем, немного настрою слой, изменив смешивание на From Above и внесу некоторые изменения в другие настройки. Для того, чтобы слой с повреждениями не задевал остальные слои с декалями, в их настройках в Wrap to Base ставим на 0. Теперь, чтобы весь асфальт не был таким поврежденным, добавляем еще один слой с ним поверх повреждений. Вносим некоторые изменения в настройки и не обращаем внимание пока на полосы разметки. Их мы поправим потом. Поверх нового слоя с асфальтом создаем Paint слой, с помощью которого будем управлять повреждениями. Для того, чтобы данный слой влиял на нижележащий, нажимаем на него с зажатой клавишей Alt. И теперь, если в слоте Displacement данного слоя вы будете рисовать мазки с режимом вдавливания, то сразу же заметите, как проявляются повреждения. Чтобы восстановить прежний вариант асфальта, выбираем третий режим Displacement или терку. Итак, я думаю, таких повреждений будет достаточно. Теперь, поправим полосы разметки и приступим к добавлению других декалей. Субтитры создавал DimaTorzok И последний штрик добавления луж. Для этого выбираем самый верхний слой и нажимаем на иконку капли. Настройки делаем таким образом. Итак, ассет поврежденного асфальта с лужами готов. Давайте включим 4K разрешение и посмотрим, что у нас получилось. Единственное, я заметил неправильный Displacement на центральной полосе разметки. Поэтому удалю Paint слой, который я использовал для нее, чтобы не терять время на его настройку. Итак, ассет готов. Нажимаем Export to Library И в следующей части мы поговорим об экспорте двух ассетов в Unreal Engine. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok